Здесь у нас 15 или 16 бассейнов. Вы там еще не купались, вода везде чистая, наш бассейн дальше. Ну как наш, вы можете ходить в любой бассейн, вам выдают карточку, и по этой карточке идите, подаете карточку специальному служителю, он выдает вам полотенце и выставляет вам шезлонку. Это все бесплатно. Пожалуйста, сиди, загорай, радуйся жизни. Сегодня так и будем делать. Раньше мы никогда не ходили в бассейн, а сейчас ходим, потому что здесь очень хорошие бассейны. Очень нравится, очень чисто. Вообще дельта чистая. Вот видите, все убирается. Мы идем в Карфур. Нам надо подкупить продуктов, хотим мясо купить какого-то. Здесь, конечно, говядина только продается. Все очень зелено. Сейчас 9 часов утра. Специально вышли так пораньше, чтобы не было так жарко. Потому что вот с 11 уже жара невыносимая. Держится она вот до 4 часов дня. Вот тут, видите, все поливаются. Египтяне очень любят сниматься. Очень любят в кадр попадать. Очень приветливые в этом плане. Во всяком случае, нам еще никогда не попадались такие египтяне, которые бы возражали. Но женщин мы не снимаем. Но даже если бы сняли, то вы не увидите здесь ничего особенного. Женщина здесь закрыта с ног до головы. Сверху на платье одевается плащ длинный черный. На голову одевается черный платок. А сверху еще и шляпу может одеть. Точно так же они купаются и на пляже, только без плаща. Одеты, в общем, по полной программе. Здесь у нас второй ход. Салям алейкум. Я приветливый. Вон идет мой приветливый, у которого я бабка. Что там ты еще говорил? Кто я бабка? Сегодня говорю ему, как хорошо, когда наши желания вместе совпадают. Он чуть не подавился с завтраком. То есть намек такой, что мое желание с его желанием не совпадает. Эта девушка помнит только самое хорошее. А вот самое хорошее, только помнит. Да, его желания всегда совпадают с моими. Да? Да. И все должны так думать. А не то, что ты там вородливый. Ты уже командир полка, нос до потолка. Уши до дверей, сам как муравей. Это точно про тебя. Все командуют. Там не стань, там не сядь. И постоянно за мной наблюдают. Как я иду, как я ем, что я сделала. Если даже я сижу в интернете, он все равно глазом косит на мой тик-ток. Ну что? Только благодаря мне. Ты в такой чудесной физической форме и в духовном состоянии. Ай, не могу. Благодаря тебе это как? Потому что я стою на кухне, а ты все время есть, просишь? Если вдруг я не дала мясо, он мне заявляет. Я не наелся, ты не дала мне мясо. А зачем мясо есть три раза в день? Если я даю рыбу, это все равно должна дать мясо. Мясоед, короче. А такой нежный, деликатный человек, да? Хотя здесь рыба отменная. Нам понравилось. Рыба тут хорошая, да. Сегодня мы планируем купить. Если я сейчас не куплю мясо, то купим рыбу. И такой памятник впереди. Уже народ все полил, все зелено. Боже, как здесь все зелено. В пустыне. Мне нравятся пальмы. Какие они красивые. Ворон здесь. А на пляже так вообще вороны летают. И прямо, если кто-то там что-то оставил из еды, они выдирают буквально из рук и улетают. Такие нахальные. Хорошо идти, правда? Не жарко еще. Девять утра еще не жарко. Сейчас еще вам немножко расскажу про Египет. В Египте очень хорошие дороги. Во всяком случае, там, где мы были, дороги всегда как лента. Вот смотрите. Видите, нигде ни ямки, ни колдобины, ничего. И так абсолютно везде. Египтяне плохо соблюдают правила дорожного движения, но они привыкли следить за пешеходами. Если ты где-то идешь, он притормозит и тебя пропустит. Ну, так, в принципе, и во всех азиатских странах. А тут, можно сказать, африканская страна считается... Но пропустят перед самыми твоими коленями. Да. Будет сжать как ненормальные. Потом он в последний кур раз и перед ногами останавливается. Очень неприятно. Ну, надо к этому привыкнуть. И здесь все переходят дорогу там, где хотят. Светофоров здесь мало. Еще хочу вам рассказать о том, что вот нам люди рассказывают здесь. Что четыре года назад здесь была такая вот очень интересная встреча. Сюда приезжали главы государств. Я уже не помню, по какому поводу. И в Шарма и Шейхе очень много чего переделывалось. Здесь переделывались и дороги новые, и новые инсталляции делались. И, в общем-то, город преображался. Говорят, что было сделано очень много работы по благоустройству. И рабочие даже спали на обочинах дороги для того, чтобы вовремя успеть все это сделать. Парфор я вам показывала много раз уже. Здесь все немножко дороже, чем на базаре. Но зато здесь все упаковано красиво. Я пришла сюда за мясом. Вот фарш, да? А, это маленькие такие кусочечки. Тут можно выбрать, что хочешь. Но я сегодня хочу выбрать фарш. Вот он здесь. Вот так вот он весь сделан. По-моему, он одинаковый. Я сейчас возьму килограмм этого корша и наделаю котлет. Вот их сыры. Хотите, вам нарежут. А хотите, выбирайте здесь уже нарезанное. Сейчас выберем здесь. Вот такие тут мясо продаются. Колбасы, мясо. Вот такое вот непонятно, какого оно цвета. По заоблачной цене. Хорошо, что я все везла с собой. Друзья, посмотрите, какой здесь изюм замечательный. Не знаю, сколько он стоит. Нам он не нужен. Но он такой красивый. Да, такой красивый. Представляю, какой он вкусный. Вот у них молоко в бутылках что-то в этом году нет. Нигде причем нет. Здесь взяли йогурт. Молоко такое, долготравалого сберегания. Всякие йогурты. Рыба красная. Не дешево. Нет, еще не все. Вот мороженое всякое. Пока стоим в очереди в кассу. Вот видите, тут набилось народу. Я покажу вам, что мы берем. Значит, все-таки возьмем хлеб вот этот вот черный. Туалетная бумага. Чтобы сразу закусить сыр. Я не могу вам сказать в ценах, но цены на сыр, на колбасу, они примерно такие, как у нас в Украине. Ну ладно, сейчас посмотрю, скажу вам точно. Сколько стоит сыр? Значит, он стоит 230 грамм, стоит 66 пунктов. Это примерно 1 доллар. Значит, умножить на 4, 5 долларов. 5-6 долларов в килограмм. А 6 долларов в килограмм это 200 гривен. Даже дешевле, чем у нас. Баклажаны, перец, морковка. Это все просто стоит копейки. Ну вот морковка, например, стоит 1,5 часть доллара. 10 гривен пару морковок. Чеснок еле нашла. Взяла вот такие вот финики. Это натуральные финики. Они здесь развесные продаются. Здесь море фиников. Но я взяла эти попробовать. Муж любит финики. Я только попробую. Взяла ему вот такие вот булочки. Тоже попробуем. Здесь много выпечки. Вот эти булочки с какой-то начинкой. Булочки не дешевые, скажу сразу. Но и недорогие. Наконец-то нашла молоко, которое в бутылке разливное. Потому что вот беру вот такое вот в магазинах разливного не видел. Ну, в бутылочках я не видела. Может, плохо смотрела. Взяли мороженое. Вот таких вот два йогурта больших. Очень хорошие эти египетские йогурты. И стоят они два... Ну, чуть меньше, чем два доллара. Стоят вот тут вот. Есть килограмм его. Очень хорошее. Как кислое молоко. Мы мешаем с фруктами. Вкусно. Дыньку взяли. Фарш. Фарш, значит, я вам скажу, сколько он стоил. Значит, полкило стоит 180. 180 это три с половиной доллара. Килограмм семь долларов. Семь умножить на сорок. Будет двести восемь. 300 гривен стоит килограмм фарша. Это говяжий фарш. У нас дороже. Ну, наверное, все. Скажу вам, сколько затянет этот вещек. А вот доставка. Бесплакая доставка. Доставка и употребление. А, ну, самое главное употребление. Потому что тигру доложат мясо сегодня. На рыбе он сидел, на курице. Теперь он хочет мясо и сыра. Здесь на кассе работают кассиры. Сразу помощник у него. Из красной кухни он стоит. Видите, с кульками. Он все сразу упаковывает. Все это бесплатно. И очень, скажу я вам, удобно. Кульков здесь в Египте не жалеет. Но, кстати, они и на улицах не валяются. Почему, не знаю. Получается, 890 фунтов. Это примерно 700 гривен. На наши деньги это примерно 15, ой, ну да, где-то 15 долларов. Здесь вода намного дешевле в Египте. Здесь можно маленьких бутылочек 10 штук купить на доллар. Для сравнения, в Румынии на доллар одну бутылочку можно маленькую купить. А ну покажи мне, где там маленькая бутылочка. Вот она. Идет такая бутылочка с водой. Тут, кстати, 600 миллилитров. Она стоит 4,5 фунта. 4,5 фунта. 10 на доллар можно купить. Вот так вот. А в Румынии одну такую не купишь за доллар. Вот так вот.